В рамках чемпионата России ПБЛ баскетбольный клуб Химки принимал на своей площадке Красноярский Енисей. Никаких сюрпризов гости не преподнесли желто-синим. Матч завершился уверенной победой химчан, рассказывает Екатерина Юшина. Первая атака в этой встрече осталась за гостями, но спустя несколько секунд химчане полностью перехватили инициативу и совершили стремительный рывок. Плюс 13. Увеличил преимущество желто-синих дальний бросок Сергея Мони. К концу четверти хозяева повели уже плюс 20. Енисей смог отыграть несколько очков, и игровой отрезок завершился со счетом 35-19. В начале второй десяти минутки гостям удалось реализовать несколько атак и набрать 7 очков подряд. Отличились Ризвич и Джефферсон. А химки напротив стали допускать ошибки. Инициатива могла перейти к сопернику, но Куртинайтис взял тайм-аут. После игра пошла на равных. Однако, имея хороший задел в первой четверти, желто-синие ушли на большой перерыв с двузначным отрывом 54-41. В третьем игровом отрезке химчане стали уходить в быстрый отрыв. Пол Дэвис получил пятое персональное замечание, и на площадке его сменил Жуканенко. Команда из Красноярска вновь попыталась догнать химчан, но трехочковые броски Копанина и Планинича расставили все точки над им. Для того, чтобы в финальные десяти минутки отыграть 18 очков, Енисеи уже не хватило ни сил, ни внимания. В итоге гости из Красноярска отстали еще на 12 баллов. Матч завершился со счетом 102-72. Победа за химками. Сегодня я рад, что ребята с такой подготовкой, как на Евролигу, пришли, собрались, отыграли все 12 человек. Отыграли здорово, красиво и для себя, что получили удовольствие, и зрители, думаю, получили удовольствие. После этого матча химчане отправятся защищать желто-синие цвета уже на выезде. До возвращения на родину им предстоят два сражения в Евролиге и один матч в рамках Единой лиги ВТБ. Ближайшая игра пройдет 24 января против турецкого Фенербахче. Екатерина Юшина, Дмитрий Алексеев, Служба новостей.